Прошло 63 года с тех пор, когда первый космонавт Юрий Гагарин произнёс знаменитое слово «поехали» и шагнул за пределы нашей планеты. В марте этого года Юрию Алексеевичу исполнилось бы 90 лет. В честь этого события в квартире музея семьи Ульяновых была открыта выставка «Наш Гагарин». Фотографии для экспозиции, а также документы, видеоряд, иллюстрирующие жизнь первого космонавта, предоставил Московский мемориальный музей космонавтики. Среди экспонатов есть и повседневные фотозарисовки жизни Юрия Гагарина, которые показывают его на отдыхе в Сочи и на рыбалке, в кругу семьи. Всё, как у обычного человека нашей страны. Удивительно светлая улыбка Гагарина, которая есть на каждом кадре, буквально озаряет всё выставочное пространство. Небольшой уголок выделен под образцы с космическим питанием. Ну, фактически космонавты питаются той же едой, что и мы, но специальным образом приготовленной и сублимированной. Ну, исследования в этом направлении ведутся в режиме ежедневном, и космическое питание тоже меняется. И сейчас уже нам известные тюбики, насколько мне известно, немного уходят в прошлое. Музейное пространство, где сейчас работает выставка, стало также местом встреч с интересными людьми, чья жизнь связана с небом. Одним из таких гостей стал спортсмен-парашютист, чей личный счёт превысил 10,5 тысяч прыжков – Олег Лосев. По его словам, Юрий Гагарин для советских мальчишек был примером, и многие мальчишки мечтали стать космонавтами и покорить небесные просторы. И потом настал день, 19 февраля 1978 год. Погода миллион на миллион, как говорят. Всё, и вот тогда первый прыжок и совершился. Нас настолько заинструктировали, затренировали. Я выполнял всё как автопилот. Вот и боялся только заодно. Не дай бог, я что-нибудь неправильно сделал, мне инструктор ругать будет. Сегодня в личной копилке Лосева 39 нулевых приземлений с парашютом. В командном приземлении, самом сложном, у нашего героя побито 6 мировых рекордов, 3 из них ночные. Много лет Олег Лосев работает начальником поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Ульяновского аэроклуба ДСААФ. Встречи с интересными людьми в пространстве музейной экспозиции будут продолжены. С экспонатами выставки можно познакомиться до конца апреля. Ирина Антонова, Анатолий Рассухин, Уллправда ТВ. Анатолий Рассухин, Уллправда ТВ. Анатолий Рассухин, Уллправда ТВ. Продолжение следует...